Мир всем, братья и сестры! Благослови вас Господь и сохрани! Во имя Иисуса Христа! Аминь! Только Иисус Христос мог спасти меня от ада и вечного огня. Сколько я не пытался молиться, извиняться перед Богом. Я понимал, что все равно в сердце моем, в голове моем, есть грех. И теперь я все это понял. Я понял, как Бог любит меня. Когда я кричал в своей комнате, когда я умирал от ада здесь на земле, Иисус услышал мою молитву. Господь пришел ко мне, у меня потекли слезы. Я начал верить в Бога, я начал читать Библию, я начал говорить истину, я начал познавать истину каждый день. Да, этот путь нелегкий, да, этот путь трудный, это узкий путь, который идет против течения. Но Иисус Христос освободил меня и тебя, дорогой мой друг, от ада и вечного огня. Потому что только у Него стоит в Библии, есть ключи от ада и вечного огня. Только Он может нас освободить от вечной погибели. Аминь. Сегодня и сейчас есть у человека прийти к Богу. Сегодня и сейчас есть у человека извиниться перед Богом. Сегодня и сейчас есть возможность у человека жить в воле Божией. Сегодня и сейчас есть возможность у человека быть навсегда с Богом. Здесь на земле человек делает выбор. Здесь на земле человек делает выбор, где он будет проводить свою вечность. С Богом или нет? Я говорю лично тебе, дорогой мой друг, выбери Иисуса Христа. Начни читать Библию и ты познаешь истину. Ты узнаешь, что я тебе говорю. В Библии стоит «вкусите и увидите, как благ Господь». Мы должны вкусить это, попробовать. И Господь покажет тебе великое и недоступное. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Только у Иисуса Христа есть ключи от ада и вечного огня. И только Иисус Христос спасает от ада. Благослови тебя, Господь, и сохрани. Во имя Иисуса Христа. Аминь.